Подумав, решайся, а решившись, не думай. Именно такой девиз должен быть у всех бойцов, которые выходят в ринг. Приветствую вас, санцеликие креветки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на очень редкий и реально хороший бой между большим мастером кунг-фу и мелким бойцом муай-тай. Если не соблюдать технику безопасности, то можно не только лишиться жизни, но и зародить новую жизнь. А если выходить в ринг неподготовленным, то эту самую жизнь можно потерять. Но это не про наших сегодняшних героев. Вначале я скажу пару слов про то, что вообще за вакханалия здесь происходит. Этот, так сказать, промоушен называется «Боевой цирк». Но, несмотря на такое название, он собирает под своей ареной довольно интересных и разнонаправленных бойцов-аматоров. А в этом бою сошлись мастер-танк с ростом 177 сантиметров и весом 130 килограмм, представитель школы кунг-фу. Правда, какой именно, не указали. Поэтому мы можем только предполагать, что это какое-то секретное направление небесного пельменя или разящего бегемота, судя по комплекции мастера. Его противника зовут Читну Фонг с ростом 171 сантиметр и весом 68 килограмм, представитель тайского бокса. Бесполезно осуждать щуку, разрывающую карася, но организаторов этой мясорубки мы поругать можем. Я считаю, что это нечестно, выпускать мелкого тайца против мастера кунг-фу, который в два раза больше. Почему? Потому что тайец умеет только бить. И все. Это все, на что он способен. А мастер может задействовать силу чи, которая, приумноженная на вес, может стереть несчастного Читну Фонга с лица земли. Поэтому я считаю, что нужно делать наоборот. Боец должен быть под 100 килограмм, а мастер под 50, как в кино. Тогда у бойцов есть хоть какие-то шансы в реальном бою. Но вернемся к нашему невероятному бою. Наверняка у вас возник вопрос, почему мужики рубятся только руками? Все дело в необычных правилах турнира, которые заключаются в следующем. Первый раунд проходит по правилам бокса. Второй раунд по правилам тайского бокса. А третий по правилам ММА. Вот такие пироги с вчерашним бобиком. Почитаемый храм можно узнать по золотым воротам. А уважаемого мастера по золотым одеждам. Ну, в нашем случае, по золотым трусам. По ходу боя вы наверняка заметили, что мастер разящего пельменя совершенно не готов к ударам. И каждый раз, когда тает четко попадал в голову, он поднимал руку и просил у рефери перерыва. Не понимая, как его вообще могут бить. Ведь на тренировках в секретных школах ученики никогда не бьют мастера. А только падают от невероятных ударов учителя. Честно говоря, по ходу раунда мне реально стало жалко пивного дракона. Видно, что он добрый мужик, который не понимает, что такое реальный жесткий бой. И сам не понял, зачем вышел в ринг. Но у нас второй раунд. Где разрешены удары ногами и коленями. А это может сделать жизнь мастера еще более мучительной. Образование. Это не то, чему тебя учили, а то, чему научился ты. Так же и у бойцов. Можно учиться 10 лет теории, а можно научиться практике. Отличное начало от тайца. Небрежными типами, которые очень сбивают противника, не давая подойти и заставляют опускать руки. Бам! Первый же хайкик достигает железной башки мастера, в которую тяжело не попасть. И заставляет вернуться на шаолинские пагоды к своим добрым ученикам, которые не дерутся и выполняют все прихоти сенсея. Я хочу, чтобы вы правильно поняли мой сарказм. Я не против кунг-фу в целом. Есть отличные и реально боевые направления, такие как у Шусаньда, например. Но я против фейковых мастеров с секретными стилями пьяного журавля в тени навозного жука, которые рассказывают про силу Чи, разбрасывая своих учеников по всему полю, утверждая, что у них смертельное и боевое искусство. Но при этом не имеют понятия, что такое реальный бой. Я понимаю ваш восторг. Вы давно мечтали раскидать банду алканиндзей возле своей любимой чебуречной. И теперь у вас есть тот, кто может этому научить. Но предупреждаю сразу, мастер берет в ученики только таких же круглых самураев пивной кружки, как он сам. Поэтому готовьтесь к вступительному экзамену, в котором нужно победить ящик пельменей и бочку пива. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями и пишите в комментах, в каком стиле вы мастер, продавливающего дивана или разящего баклажки чекушек. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Может быть, тогда поднимите с пальцем, поднимите с киккой и открывайте. Пикап! то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать понимаете не напрягаясь могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека этим ребром хоп и глаз выколоть да как бы не отходим из этого образа представляем что мы медведи